МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередные изменения коснулись французского КСГО состава. На этот раз коллектив Титан решился на перемены. Ряды команды покинул Шокси, а его место занял Кеннис. Кто из них лучше покажет время, однако у многих подобная новость вызвала недоумение. Большинство фанатов предполагало, что коллектив покинет кто-то другой, но не Шокси, ведь именно он был одной из главных ударных сил команды. Француз был в команде с мая 2013 года, успел заявить о себе как о сильнейшем игроке пятерки и одним из сильнейших стрелков в мире КСГО. Причины, по которым Шокси покинул команду, немного непонятны. В его заявлении говорится о том, что руководство команды стало возлагать на него очень много обязательств, которые стали затрагивать его личную жизнь, и во многом именно эта причина не позволила ему продолжить тренироваться с остальными тиммейтами. Что касается Кенниса, то он уже играл с этими ребятами еще во времена Вари Геймса, и был момент, когда именно Шокси пришел на смену Кеннису. Однако сегодня случилась обратная замена. Сможет ли подобная ситуация оживить выступление Титанов, покажет ближайший турнир, к слову, который пройдет уже в эту пятницу, где Титаны посетят столицу Украины, город Киев, и примут участие в финалах девятого сезона «Звездные серии» от проекта StarLadder. На выходных в Москве прошли финалы первого сезона СЛТВ Star Series в дисциплине League of Legends. Турнир прошел в выставочном центре «Сокольники» город Москва при поддержке Riot Games и СЛТВ. Параллельно с Лигой Легенд в том же месте проходил и финал четырех в дисциплине Point Blank. Призовой фон турнира, популярнейший в мире мобоигры, составил 30 тысяч долларов, а потому неудивительно, что сильнейшие команды на планете пропустили турнир мимо себя. Но зато отличный финал подарили фанатам три российские коллектива и один украинский, которому и суждено было триумфировать. CarbDM начали турнир не самым удачным образом, сразу опустились в нижнюю сетку, но ко второму матчу украинские игроки подошли куда ответственнее и не оставили шансов соперникам. В финале, несмотря на преимущества команды Dragon, в одну очко КД удалось вырвать победу, а вместе с тем и обогатиться на 15 тысяч долларов. Евгений Мостовик пробился в финал турнира International eSports Tournament по FIFA Online 3. Вчера завершился полуфинальный матч, в котором Евгению удалось обыграть малазийского футболиста со счетом 4-1 и 1-0. Сегодня состоялся финальный поединок, в котором Евгению противостоял китайский футболист под игровым именем Золла. В первом матче у Евгения не возникло никаких проблем, практически стопроцентное владение мячом позволило Мостовику забить быстрый гол, и игра стала полностью под власть на украинскому киберспортсмену. Во втором тайме Евгений смог увеличить отрыв от своего соперника и забил еще три мяча. Первая победа в финале 4-0. Вторая игра стала менее результативной, однако счет 2-0 позволил Евгению Мостовику стать победителем турнира International eSports Tournament по FIFA Online 3. Кубок чемпионов и 8 тысяч долларов отправляется в Украину. Известный игровой дизайнер Брайан Фарго заявил, что компания Valve, создавшая платформу Steam, буквально спасла ПК. По его словам, состояние игровой индустрии на персональных компьютерах до платформы Steam можно без преувеличения назвать темными временами. Был только Flash, пояснил Фарго, не существовало никакой цифровой дистрибуции. Steam нам дал возможность работать напрямую с аудиторией, не отягощая нас соображениями политики, эксклюзивности и всего остального, чем увлечены производители консолей. По словам Брайана, Valve, в отличие от Microsoft, Sony и Nintendo, не навязывают ничего разработчикам, а просто позволяют работать в открытой системе. В качестве обратного примера он привел старую политику создателей Xbox, которая не позволяла разработчикам выпускать игры в Xbox Live Arcade без традиционного реализа. Руководитель аналитического агентства DFC Intelligence Дэвид Клоу отметил, что в последнее время ПК-рынки приносят больше денег, чем консольные. По его словам, рынок в последние годы заметно поменялся, и если раньше консоли были массовыми устройствами, а мощный игровой ПК являлся скорее признаком элитарности, то теперь все строго наоборот. Огромный толчок ПК-рынку дали многочисленные условно-бесплатные игры, например League of Legends и Hearthstone, успех которых просто оглушителен. Ну а прямо сейчас, по его словам, на ПК-рынке набирают обороты сразу три хита – DayZ, Stand Alone, Hearthstone и Rust. Консоли, доминируя на рынке коробочных игр, очень отстают в сфере микротранзакций, только в последний год Sony и Microsoft начали осваивать новые для себя рынки, такие как MMORPG и условно-бесплатные игры. Это были все новости на сегодня, спасибо за внимание, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok